Ребят, на тесте дроп древний Рошан приглашает в свое логово, чтобы раздать всем крутецкий шмот. Просто получай монеты за продажу выбитых скинов и открывай кейсы Рошана бесплатно. Чем больше очков собрал, тем дороже и лучше выпадет скин. Регайся по ссылке в описании и получай 10 рублей на счет, а с моим промокодом еще и плюс 10% в пополнению. Успей забрать свою халяву. Всем привет дорогие друзья, сегодня у нас в выпуске Миракл, приятного вам просмотра. На данный момент у него топ 7 ранг, так вот поднимается, 2310 левел компендиума. И он будет играть сейчас на героя, которого спамят очень часто. Да, совсем недавно он фпшил Темпларку в пабликах, когда играл против Нунчика, был момент на стриме Ноуана. Вот, ну это один из самых сигнатурных героев Миракла и на самом деле он делает иногда очень неординарные сборки на Темпларке. Допустим Хекс, вот даже в каких-то проматчах на китайском супермажоре он собирал Хекс на Темпларке, вот вдумайтесь просто. Хотя этот артефакт в принципе неплох для этого героя. Контроль все-таки. Плотность какая-то. Ну и мид против Лины, хочется заметить, что Миракл воспикнул Темпларку, то есть это был 10 пик на карте. Самый последний, он видел всю ситуацию и в своей команде, и в команде противника. Темпларка тут просто шикарно заходит на самом деле. Единственное, что это Акс плюс Скаймаг. То есть дабла, которая может в дальнейшем Акс прыгать с Блэйдмейлом и Скаймаг просто кладет под Акса ульту. Там нереальное количество дэмэджа, если Миракл не будет успевать нажимать БКБ, то 100% он будет умирать. Это реально очень сильно отхватит. Ну и в миде Тампларка против Лины в принципе один из лучших героев. Против Лины комфортно стоит. Даже наверное самый лучший герой, потому что ты просто в ноль перелосхичиваешь Лину, у тебя ворона в дальнейшем все больше и больше с рефракшенами. И плюс каждый спелл Лины, что второй, что первый, он будет доджить с рефракшеном. Видел, помню, мы с вами комментировали какой-то матч, не помню уже точно, Линяга себе взяла на первом левеле в стану вообще, чтобы выигрывать Глазки против Блэйдмейлорки. Вот, но эта Лина, видимо, не такая прошаренная, взяла в себе все-таки Драгон Слайв свою задувочку. И как выигрывать с Линой мид против Тампларки? Возможно, ей нужен будет какой-то плюс на мид, потому что вот уже с третьего левела мы видим, что прям куски отрывает Миракл. Успевай, надо еще рефракшен. Все по таймингам, все красиво. Фласочка поехала. Первая линия. Да, и по грипп статам мы видим, что 13 на 3 и 8 на 1. Но на самом деле у Лин все еще не так плохо. То есть хоть каких-то грипов она добивает благодаря первому с полу. И сейчас Миракл начнем набирать свое преимущество. Тампларка, вот для Салранки, мне кажется, это один из самых лучших в принципе героев, потому что, ну, во-первых, куча дэмэджа, очень мобильный герой, сложно убить, какие-то выходы будут, быстрый фарм потенциал. Вот, и также у Рошана может спокойно забирать. Как же он прошивает ее? Си-блэйдами? Лина уже не стала бить, понимая, что Миракл подошел в упор. У Лина единственный минус, слишком долгая анимация полета тычки. Вот она пока полетит, пока долетит. Да, пока замахнется, она может еще пару ударов за это время получить. А хитаться вот так вот в очевидную, сбивая рефракшн, она не может, потому что вот грамотная темпларка нон-стопом будет бить пси-блэйдами. Что мы, собственно, и видим. Просто почти каждый удар, если подставляется Лина, Миракл ее прошивает. 20 на 8 и 11 на 1. Крипстаты мидеров. Миракл уже скупил себе и Magic Wand, и кларетку плюс мангос. Кстати говоря, манго сейчас юзает почти всегда и практически на всех мидерах, потому что она дает по 125 маны. А кларетка пока отрегенит, большая вероятность, что тебе ее собьют. Плюс он стоит всего лишь на 20 золота дешевле. Ну вот как раз там пларки, кларетка нормально заходит. У тебя есть рефракшн, что позволяет тебе сохранять регенерацию. Да, кстати говоря, не умирала Ли Тутлина. Давид, Миракл и слушай. Задавил. Действительно, а у нее был стан, но она не дала. Нет, у нее не хватало. У нее вот в последнюю секунду, перед тем, как там пларка ударила, вот появилась единица маны. Стан стоит 100, у нее появилось 101 маны в тот момент, когда она умерла. У нее просто не хватало маны на стан. Ну, пока что у Миракл все супер замечательно. В миде уже отрыв значительно. Большой. На самом деле колоссальный отрыв, но Ли на тот герой, который камбэкает через леса и камбэкает очень даже неплохо. Все равно достает, достает все блейдерами. И вкачал трап. Возможно, сейчас будет попытка убить Ли Ну. Не попадает с Таном. Хорошо, Миракл заман сил. Продолжает давить. У нее здесь зомби оказался вдруг, откуда и не возьмись. С инвизом был. Как же он ее прошивает? Больше думает. Да уж. Хорошо, Миракл на миде. Вот я не знаю, почему он перестал стоять в центральной линии так часто, как нежели вот раньше. То есть раньше у них Матумба очень много времени находился на первой позиции, то есть в легкой линии. А Миракл показывал чудеса на миде. Сейчас возможно будет камбэкать, потому что на Керич сейчас очень сильный прессинг идет. То есть если Миракл, по сути, загнобят, то он не сможет камбэкить и не сможет реализовать свой игровой потенциал, так как он обычно и делает. Очень далеко от трапа поставил. На будущее. Между вышками, да. Кстати, от трапа вторая взорвалась, потому что Алина первый разбила. Вот, Миракл хотел ее взорвать, да и не успел. Четвертый левел против седьмого левела, ну очень колоссальное преимущество. Не знаю, помочь какая-то нужна линия. На самом деле, если ты видишь, что в миде тампуарка, возможно стоит как-то слаботься линиями и лину ставить в легкую линию, либо идти дабл-трипл-хард. Сейчас это практикуется очень часто. Да, Миракл, конечно, отыгрывает хорошо. С этим не поспоришь, герой, когда чувствуешь хорошо. Более против такого лайнапа. Да, он не брал себе мэлт, мэлт он на темпларке берется в тех случаях. Не фраг ли это? Да, это фраг. Если сейфтп не будет, сейфтп есть. И, кстати, Миракл здесь, скорее всего, убьют. Да. Законтролили. Законтролили. Ну, стянул трех героев. Три героя в виду. Нужен вардвик. Сейчас зомбарь на ноге подошел сюда просто, а сделал телепорт. Налин он тоже прогоняет. Табл-трипл-хард с фулл-ресурсом и по раскачке. Рефракшн, естественно, максица на табл-арке. По двойку берутся пси-блэйды. Хотя, если, допустим, вы играете на табл-арке не каждый день, вот хотите привыкнуть немножко, то кси-блэйды можно взять в тройку. Чтобы Рейншу немножко так прочувствовать. Вот. Помимо этого, он не берет себе мэлд. Мэлд берет в тех случаях, если против вас, к примеру, какая-то квапа, а у нее нет центрика у копы, вы доджите кинжал. Именно мэлдом в англес уходите, и кинжал улетит мимо. Какая-то микромеханика доты. Ну и что, ПТХ плюс изолятор стоит в QuickBuy. И, кстати, крибчиков он себе не стахает. Почему-то, я не знаю, не видел, может быть, кто-то другой этим занимается. Ну, нижний спот стахнули, и верхний спот тоже стахнули по разу. То есть, есть у него по стаку на эншентах. Но хотя, кстати, говорят, он парк, как только получает шестой левел, у нее сколько травмах, на полму, 5? Да, 5 ловушек. Вот, то есть, 3 он может использовать для убийства в районе миды, там на руму какую-то кинуть. Вот, а 2 можно бахать на то, чтобы стакать эншентов и тех и других. Взрываешь просто на 52-й, к моему. Вот и. Крипы стакаются. Вмик, кстати говоря, ты проснулся висп. Возможно, будет какая-то поддержка от виспа. И хочет задавить все-таки Миракл. Действительно, весь птизерится. Она тут же зомби на подстое. Чуть-чуть не хватило мувспида, чтобы избежать стана. Но как же много урона. А Манкинг что сделает? Что делает здесь Манкинг? Что происходит? Миракл... Да, взорвал тропа, но толку от этого никакого. Интересно, конечно, душу ты в миде, 4-8, общий счет и прям стараются Миракл немножко. Да, его еще и троллят в чате. Узалкаем попытки. На самом деле Миракл сам часто в чат юзает, посмотришь всякие записи. Нон-стопом спамить, потому что у него этих войс команд очень много. Все-таки 2000 нового каминдоса. Ну иначе зачем покупать? Кампидос, если не ради этих. Ну раз. Чувствовал. Стрим Вилата, он говорит, как несправедливо. Все ее знают моего из чата, а у меня их нет. Вроде я как бы создал этого. Опять зомби тп, что но в этот раз, к сожалению, не своевременно. И забирает все-таки Миракл Эллиняго. Но по-прежнему доминация по крипам больше, чем в два раза. И донайт там вообще зашкаливают. А, футика, кстати, можно немножко рассказать. Во-первых, тэппларку тут бустит дровка. То есть очень много урона и линия очень сложная. Из-за того, что в команде Миракла есть дрова рейнджа. От ауры 29 дэмэджа падает сверху. Это колоссальный урон. Очень ощутимо. Да. Отмолдай еще минус армор. Все это складывается. И по пропорциям нереально огромный дэмэдж. Помимо этого есть висп. Герой, который с тампаркой синергирует очень хорошо. И подхилит и уйдет. Вот. И контр-инициация на файт у них отличная в виде барлока. Ну, реально пик отлично. Хорошо сделали все. Герой, просто переданаивает всех хрипов Лины. Не оставляет ей шансов. Кстати говоря, не повезло линия струнной. И тут, скорее всего, не успевает отойти от стана. Там была трапа, да. Лина очень замедленная. Это фраг. Удачно поставленная трапа. Да, действительно. Сделал он это достаточно давно. Да, тебе нужно постоянно в медиа, на всех подходах ставить трапу, чтобы потом вот такие вот фраги получать. Самое что забавное, Monkey King даже сюда перетянулся уже два раза. Кстати, Monkey King заряженный рукой. Возможно, заданное тавер дать. Нет, трапа. Нет, трапа. Отхиливается с палки. Monkey King. Есть еще одна трапа. И, конечно, очень далеко сейчас заходит. Нужно отходить, наверное. Потому что сейчас будет стяжка. Скаймак уже сюда летит. И... К сожалению, вот... Если бы трэп полежал бы немножко дольше, как мы знаем, если трэп висит 4 секунды, то он заряжается на максимальное замедление. Monkey King я видел, проигнорил. Здесь, кстати, еще и Скаймак есть. Уже игнорить не получится. Нет, мана на голем, появляется голем. Тут же кидают голема на Monkey King. Успевает зарядить трубку, но тут же миллион... Миллиард просто дам уже влетает в АМК и он отправляется в Наверну. Возможно, будет попытка еще убийц Скаймак. Скаймак дала себе, знаю, кто же трэп, но много бомб спида. И замедляет висп шариками. И, скорее всего, не отпускают здесь. И Скаймак тоже. Да, сейчас будут играть вокруг Таура. 150 дамажа под рефракшеном. 126 единиц урона. Нефиксированного. Но, тем не менее, очень много урона у темп-фарки. Сейчас Дезоль уже скоро будет. На самом деле, на дамп-фарке хороший тайминг. Дезолятор купить на 13-й минуте. Отличный тайминг до 13-й минуты. Ну и похуже, конечно, 14-й, 16-й. Что за гений на Мирокле? Он просто считает игру. Моментально. Смолдай немножко промазал, потому что Акс, трейфанулся. Прокликал лишний раз Мирокл. Ну, я думаю, что все равно доберут, потому что еще и голем помогает. На развороте будут пытаться еще убивать Монки Кинга. Да, действительно. Как же много темп-фарка уже влетает. Так, и спази заберут. Мирокл остается против трех героев. И он здесь, скорее всего, умрет. Вроде рядом Варла кидает хилку, но этого и не хватает. Мирокл в таверне. Чуть-чуть ему. Снова льда до Дезоля. Не хватило. Если бы тут не стояла бы с отряда, он просто побыл бы в Молде немножко. И у Лины не было мана уже на драгонце. Возможно бы как-то выжил бы. И, кстати говоря, почему еще темп-фарка в этой игре очень хороша? Во-первых, мы уже обсуждали, что против Лины. И, во-вторых, со своей командой синергирует круто. И, в-третьих, Монки Кинг. Когда Монки Кинг заряжает руку своей пассивкой джинглемастере, и, допустим, дает палку, то весь трон нивелируется, потому что есть рефракшн. И Монки Кинг за счет этого не хилится вообще. То есть ударив темп-фарку, ты не похилишься, потому что ты и не нанес уроновый фракшн. Вот и поэтому темп-фарка, в самом деле, неплохо против МК. В первую очередь, не совсем много армора. Что при этом крипов не было. Да-да, тогда идеально. На том, что темп-фарка будет мажет станом, к сожалению, дрова рейнджера. И тут герои должны отправиться в таверну. Оставить сентря. Должно добивать. Добивая сентябрька, 3 вновь размена на топе. Безвиженно пошли, с чем-то пушить. Темп-фарка была слишком далеко, голем был в кулдауне, и нет никакого смысла драться вот так вот бездарно за товара. Есть время, пофармите. Подождитесь, пока прилетит дезолятор. Пока темп-фарка к вам перетянется, но не стали и ошиблись. Да, но сейчас Бриндаггер, как только появится игра, станет очень активная. Там, в принципе, вроде, если не ошибаюсь, голем должен уже откатывать. Да, вот-вот-вот откатил. Можно пробовать идти наверху, Т1 Тауэр забирать. Да, действительно. Но вот у меня единственный момент у команды Дайер, но не единственное, но тем не менее, смущает. О, блин, будет совершенно не скоро. У него просто вангвард и ботинок. Наслюда не понимает. От этого еще крипы лесные убили. Интересно. Я смотрел сейчас, секунд 6, я думаю, сдохнет или не сдохнет. В итоге сдох. Бомбоз ротал крип, потом клэп, не судьба. Постакал себе, называется Эншен, вообще с чем-то верно отправился. Как же больно ли? Сейчас рискуют умереть. Миркл его захиливают, но хватит ли хила? Нет, не хватает, слишком много героев. Корны не было, если бы, может, какая-то урнамо виспом была бы, то, быть может, бы и захилил бы. Ну, нормально. Миркл всегда найдет способ оформить, даже будучи в тверетных. Да, трэпами часто. Покликать. На самом деле трэпы, которые скипают полностью пачку, которые убивают пачку, это очень сильный спелл. Да, он уже талант. Таланта еще нету, так что с одной трэпом он убивать пока не будет. Вести к урону взять. Ну да, плюс он, кстати говоря, не брал трэп на двойку. На двенадцатом левеле, то есть он наставил стиллпоинт для таланта, для пси-блейдов, для мулда. Ну, то есть замаксил все способности, кроме ульты. Решил, что на единичку ему хватит. Ну, а на самом деле, единственное, что увеличивается в прогрессии, это урон и количество ловушек. Ему пока что и хватает, потому что он ударился в фарм. Ну, а мелд и пси-блейд, естественно, помогают фармить чуть-чуть больше. Нам немножко остается до игра. У него остался один крип. И все же голем имеется. Не знаю, почему они не пойдут забрать вышку сверху. Где хорошая возможность. Блинка. Блинка, чтобы тамбарку. Кстати говоря, сейчас забрали скаймаган, у него будет телепортный. Вышку. Все немножко хотят оформить. На самом деле, бары лучше получить ключевые айтемы. А ведь с блинком. Тамбарка помобильнее. С яшей удровки урона побольше. МС. Пережидают. Ну, а тут решил в суммом мире кого-то покушать. Видимо, есть информация о том, что на месте. Да, это и даггер сразу же с этой пачки. Да. Будет ли тут файт? Ставится трэпа. Эту трэпу, к сожалению, Лина не увидела. С молдом снова не попал, потому что Лина... Он не может умереть. Его просто сбривают. Да, не, не видел. О, конечно, тпшки. Это я из каймага очень вовремя прилетел. И здесь их убивают все. Ну, и вот смотрю на Сенкенга. У него есть телепорт. У дровки тоже был телепорт. Могались тянуться спокойно. Забрадил Тауэр. Но зато, смотри, там тпхи потратили наверх. Дровка может сейчас снизу того разобрать. Конечно, во всем и свои плюсы. Нужно толкать линии, когда прыги в другой части карты. Но они спокойно могли подраться. 5 на 5. Видимо, не знаю, кто там шелаксон или Блинка. Они в любом случае намного сильнее сейчас вроде смотрятся. Манкикин пытается дрова рейнджера убить. Кстати, говорят, дрова рейнджера зря. Горды еще и разогнулась. Да, ну висп здесь спасает. Еще и встала садим от джейс. У нее он сыпелаешь. Что делает просто этот парень на дровке? Кстати говоря, я весь должен отправиться тут в таверну. Он мог спасти себя. Он мог не убить еще виспо. Не знаю. Он прям все очень плохо сделал. Как-то мог получше, наверное, сыграть в этой ситуации. Просто хотя бы если бежал бы. Он решил развернуться. И что я вижу на линии? Аулина купила себе плейтмейл. Это артефакт, который просто, наверное, обязательно рашить в дальнейшем вшиву. Потому что ты играешь вводе в темпларке. Но очень много физы, аулины, армора без плейтмейла. 8 единиц. Что же не 8-5 единиц? Ну да, назой там еще. Смел дайчу минус броня. В общем, очень много минус броня. Ну а плюс таланта. Вот 20 лавла на тампларке. Кстати говоря, тампларк 11 киров, который, знаешь, параллельно минуте поднимает левел от 18-й. 18-й минута примерно такой же левел. У меня почти 17-й. То есть прям вровень идет. Это при том, что он умер уже 5 раз. Целых 5 раз он умер по карте. Перед смерти. Попеликали на то, что Манкикинг, где-то тут. Да, видит Мириколы Манкинга. Своя блинкаута из-под стана. И, к сожалению, он блинканулся на реакции. Не башни туда. У него будет телепорт. Можно на Т1 тэпнуться. Не стал тронить телепорт. Верем просто нужно в блинкаут. Голема, увы, нет. На зомби в таверне. Рошана, они, наверное, не смогут забрать. Но он пингует. Пингует на Рошана. И с дезолятором, в принципе, там плакает всего. Его можно забрать, а под големом достаточно быстро должно убивать. А все ушли. Все разбирать. Нито не хочет дефать Рошана почему-то. Ну, опять же, у Аксов только сейчас появляется блинк. Он доформил его на боте. И это 19-ая минута. Учитывая то, что сейчас оффлайнер это сильный герой, который должен доминировать просто по карте. Тем более, у тебя поддержка в виде скаймага очень сильного героя. Очень сильной четверки сейчас. В общем, он не очень все хорошо сделал. Ну, и хочется увидеть в исполнении комбу. Вот так, как раз таки, такомба. Агр плюс, саультарская мага. И еще тут Мирикла, возможно, заберут. Выберут, айгет. Да, айгет. Выбьет. Должен нажать блинк аут, если не за таймери, станом. Длинно за таймери. Голослав, лошадков, идеальный был. Хороший рассказ о Сент-Кинга, но, к сожалению, нету здесь уже никого. И они всей командой сейчас отправятся в Тверу. Да, хороший конецентр, хороший штан. Но, все-таки, да, тембай. Банды еще варлок кинул четвертого левела. Могли что-то сделать. Все-таки могли, но как-то подставились. Причем подставились очень плохо. Мне кажется, после того, как убили дровку, зацепили ее. Нужно было блинк аут нажимать отсюда. Убегать с силой еще в тайминг все после Айгиса далее. Не дали шансов вообще никаких выжить. Действительно сложно. Молодцы, да, за таймери. Если бы они буквально на миллисекунду промежевались бы, на месте постояли бы, то Miracle ушел бы. И это был бы не очень хороший файт. Возможно бы тогда уже успел бы Сент-Кинг раскастоваться, плюс варлок кинуть банды. И тогда бы Miracle геннался файт и добил бы все. Так что тут попытался убить Айгса, но дамеджа не хватит. На, потратили станчик, увы. БКБшка очень нужна в этой игре, потому что все-таки SkyMag, Палка Монки Кинга, Оленяга, Фулл Расказ. А, SkyMaga уже Атосик скоро назревает. Ему прям вообще чуть-чуть осталось 100 голды, и у него будет Атос. А у SkyMaga настолько все хорошо, что у него уже и Discord есть. Это саппорт. Вот четверка, представьте. Discord плюс Атос на 23-й минуте, вот образно, появится. Он там фармить, я думаю, сейчас какие-то леса, лайн. Ну и счет 16-27, очень большое преимущество у вражеской команды. Хотя по деньгам не очень, но по XP достаточно. Пытаются как-то что-то сделать по карте, сплетят. Несмотря на то, что такой счет, по сути, на 10 киллов, почти разгромный. Вот, у Miracle уже 6 смертей, но, несмотря на все это дело, NetWars всего лишь 3000 преимущества. А сейчас еще Тауэрс неслистал 2. Это означает лишь то, что Miracle очень много фармит. Фармит побольше, чем вражеские коры. И дробка, в принципе, не отстает по NetWars. Ну, у Тауэрс герой такой очень-очень быстро снова болится. Нажали агр, моментально взбреваю в Центинган, но я не уверен, что это именно та цель, ведь теперь нет врыва на Тауэрс. Тауэрс уже подойдет сюда в файт. Где тамбан? Ничего не понятно. Тамбан где-то стоит, я вообще не вижу тамбан в районе мидом. Откинг раскастовал арена, тут на голову падает голембатом герой. Они под бандами. Там вся команда умерла. Вся команда, Miracle, а в итоге остается один. Сложно, 16-31. Очень сложно. Вот уже 4000 преимущества против Templar, это заметное число. Слушай, его подстанели. Есть ли Detection? Detection, увы, нет. Отдайник на базе, единственное у кого есть Dusty или Suntree. Слушай, отцепляют Miracle, он нажимает БКВшка, понимает, что пахнет все это. Хотя стоп. Сынкик, молодец, хорошо раскастовался. Тут же поддержал Miracle. Хорошо, Miracle. Красиво, вышел из Ринджи Агра и прям идеально сыграл Анатолий Никола. Да. Ну, еще SkyMax трянет. Хол. Как же много хила. Что если бы не Висп, то сейчас Miracle бы отправился бы в таверну. Да. В боево убил бы. Во-первых, он на Виспе своим третьим сполом 20% урона снизил в Америку. Во-вторых, он захилил стеками, ватлом и пассивным регеном тоже достаточно большим. Это хп 500 он ему точно восполнил. Мне кажется, Miracle бы отправился бы в таверну после проказа SkyMax. Ну да, там улетает много. Ведь мы популярен в SkyMax. Вот на игра, действительно. Не, ну SkyMax со сладами, это действительно лютая комбо. Мастерия со SkyMax. И ты даешь просто ROR, ты упустишь героя. И SkyMax туда вливаешься с фейс-пулы. Это как бы альтернатива Атосу, плюс с дэмэджем. И любой вот оффлайнер, который типа Акса может на месте держать персонажа. SkyMax очень хорошо выглядит. SkyMax цепляет Warlock'а. Моментально сменяет его. Он не уверен, что это стоило того, потому что у Warlock'а был в КД голем. Раскастовался в Манг и Кинг, но как же много все-таки дэмэджа у остальных. Он увидел Лакс, он успел поражать БКБ. Сейчас Меркл и это прям очень сильно выигрывает его позицию. Он делает триплкилл уже еще и Лину сейчас заберет, где он не сможет отсюда уйти. Как же, красиво он все делает. Рэмбодж, Рэмбодж. Это Рэмбодж. Браво. Как же, вот, больше всего хочется отметить, что он чувствует дистанцию. Он прям грамотно очень блинкуется. И до него буквально Акс постоянно не может достать Агром. Он так все грамотно позиционку держит. И это очень сильно выигрывает его позицию в драке. Переломный файт. Я не знаю, зачем они так ужасно подрались. Скаймаг подставился и, по сути, он потратил всплыв в абсолютно бесполезного героя. Барлок без голема это ничтожество в этих файтах. Кстати, если бы он дистанцию дал бы какую-то дровку под Агроакса, очень все плохо сделали. И у них моментально, просто за пару секунд, отлетает центральный барак и... Миркл разворачивается, а Галем должен был. За то, джолл даггером стан длинный и убивает ее просто моментально сбривает. Успевает опять прожать только Б, Миркл. Без шансов, он просто засолил эту игру. Хорош, хорош. Но, стоит не забывать, что опять же Галем очень сильно решал файты, что он под виском был много раз. Ашмик разорепел, да. На самом деле, конечно, команда здесь тоже сыграла важную роль. Но, тем не менее, как же круто он отыграл. Просто вау. Если вам понравилась эта игра, она прямо неожиданно закончилась для нас. И пишите свои комментарии. Миркл все-таки еще... Еще... Магет. Ладно, всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok